Добрый день! Наша сегодняшняя видео-лекция будет посвящена современным методам хирургического лечения варикозной болезни нижних конечностей. Основной задачей хирургического лечения при данном виде патологии является устранение патологического венозно-венозного сброса крови, рефлюкса, который может быть выявлен на различных уровнях. На уровне подкожных вен, по стволам большой подкожной вены, малой подкожной вены, на уровне впадения стволов подкожных вен, глубокие магистрали, софенофеморальная и софенопоплитальная соустья, а также на уровне перфорантных вен, на уровне глубоких вен и в зависимости от места поражения мы выбираем те или иные современные технологии лечения этого заболевания. Виды хирургического лечения варикозной болезни. Во-первых, это классические методы хирургического лечения, к которым мы относим кроссоктомию, стриппинг, перевязку перфорантных вен и эндоскопическую диссекцию перфорантов. А также отдельную группу выделяются малоинвазивные методы хирургического лечения варикозной болезни, к которой мы относим к крио-стриппинг, склеротерапию, лазерную коагуляцию вен, радиочастотную облитерацию вен и мини-флеб-эктомию. Начнем с вами мы с кросс-эктомии, которая заключается в перевязке с пересечением большой подкорной вены у места ее впадения в общую бедренную. Так называемая, выполняется приустьевая перевязка, а также перевязываются все основные притоки в этой области. На правом рисунке вы видите схематическое изображение перевязки большой подкорной вены в области софенофеморального соусти. Эта операция получила название кросс-эктомии. Следующим методом является стриппинг. Это удаление ствола большой подкожной вены. На левом рисунке вы видите схематичное изображение этой процедуры. На данном рисунке мы видим так называемое ретроградное удаление, когда флебоэкстрактор вводится либо в положении 1, либо в положении 2, то есть в места, где мы можем выделить без технических трудностей подкожную вену. Магистральный ствол большой подкожной вены. Верхушка флебоэкстрактора доводится до уровня феморального соусти, то есть вместо впадения большой подкожной вены в бедренную вену, производится перевязка сосудов, после чего флебоэкстрактор извлекается вместе с веной. Либо второй способ введения, когда флебоэкстрактор вводится в проксимальной части, то есть в области софенофеморального соусти, доводится его в верхушку как можно дистальней, выполняется опять же перевязка с удалением ствола большой подкожной вены. Перевязка перфорантных вен. Существует два основных метода ликвидации перфорантного сброса. Это эпифасциальная и субфасциальная перевязка перфорантов. В первом случае перевязка выполняется надфасцией, во втором случае эта процедура выполняется субфасциально. На данном слайде вы видите схематическое изображение надфасциальной перевязки. Эпифасциальная перевязка перфорантов, ее также называют надфасциальной, то есть выполняется надсобственной фасцией, показана при отсутствии выраженных трофических расстройств и может быть выполнена из мини-доступа, так называемой мини-флебоэктомии. Субфасциальная перевязка или подфасциальная, то есть подсобственной фасцией, показана при наличии трофических расстройств, так как в подобных случаях разрезы кожи и манипуляции в зоне трофических нарушений несут риск развития послеоперационных осложнений. Как правило, возникает плохое заживление, раны, краевые некрозы и нагноение. Здесь вы видите, как, во-первых, выполнено рассечение собственной фасции, лоскут собственной фасции мобилизован, и перфорантные вены перевязываются и пересекаются. Эндоскопическая диссекция перфорантов. Эндоскопическая диссекция перфорантов является универсальной методикой, позволяющей ликвидировать перфорантный сброс при минимальной травме ткани. Для эндоскопической диссекции требуется специальное оборудование. Разрез, как правило, небольшой, достигает от 2 до 3 см в длину. Через этот разрез под собственную фасцию голени вводится видеоэндоскоп, металлический тубус с источником света и камеры, который имеет канал для введения инструментов. Небольшие перфоранты могут коагулироваться с использованием биполярного коагулятора. Широкие перфоранты клипируют и пересекают. Эндоскопическую диссекцию рекомендуется применять во всех случаях выявления перфорантного рефлюкса на фоне трофических расстройств. Частота осложнения после эндоскопического вмешательства на порядке ниже, чем после открытой субфасциальной перевязки. Вот как раз вы видите этот тубус. На фотографии видите, как, во-первых, размечена венозная система маркером на нижней конечности. И через небольшой прокол в коже субфасциально вводится этот инструмент. В данном случае на нижнем рисунке схематически изображено, как биполярными ножницами после наложения клипс пересекается перфорантная вена. Крио-стриппинг – это удаление при помощи локального воздействия низких температур. Для применения этого метода требуется специальное оснащение – это аппарат криотерапии, жесткие и гибкие зонды. Принцип действия заключается в локальном охлаждении тканей. Они охлаждаются до минус 85 градусов по Цельсию в области головки зонда, которая вводится в вену, вследствие чего сосуд примерзает к зонду и во время приложения тянущих усилий выворачивается наизнанку. Это так называемый вариант инвагинационного стриппинга. Воздействие холода приводит к локальному спазму сосудов и их быстрому тромбированию, что предотвращает кровотечение. Склеротерапия. Склеротерапия заключается во введении специального раствора склерозанта в просвет сосудов. После введения склерозанта необходимо создать компрессию на склерозируемые сосуды с помощью эластических бинтов или специального компрессионного трикотажа. Применение ультразвукового сканера позволяет прицельно вводить склерозирующую пену в область венозных сбросов при несостоятельных перфорантах. При этом устраняются не только видимые вены, но и основные причины появления и прогрессирования варикозной болезни. Эндовенозная лазерная коагуляция. Под действием высокой температуры происходит разрушение эндотелия вены, обнажается субэндотелиальная мембрана, которая является поверхностью с высокоадгезивными свойствами. В зоне лазерного воздействия образуется плотный быстро организующийся тромб. Оба этих процесса и приводят к тромбированию ствола и притоков большой подкожной вены. Здесь вы видите, как проводится ультразвуковая разметка варикозных стволов и световод под контролем ультразвукового аппарата вводится в просвет вены. Создание защитной муфты или туминесцентной анестезии. Под контролем ультразвука вводится растворного каина или другого анестетика. Этот этап позволяет сделать процедуру лазерного лечения практически безболезненной. Навокаян охватывает вену со всех сторон, создавая на ее протяжении водяную подушку, которая обезболивает процедуру и предохраняет окружающую вену ткани от теплового воздействия лазера. Здесь схематически изображена лазерная коагуляция варикозного ствола. Здесь вы видите, как вводится зонд в проксимальном направлении. После того, как зонд достиг нужного хирургу уровня, включается световод, то есть начинает работать лазер. И одновременно с этим проводится тракция в дистальном направлении. И тем самым по ходу лазер воздействует на сосудистую стенку. В конце операции одевается специальный компрессионный трикотаж для осуществления эластической компрессии оперированной конечности. Здесь вы видите как раз этап выполнения этой процедуры. Радиочастотная абляция вен. В результате радиочастотного воздействия в просвете варикозно измененной вены разрушается эндотелий, что вызывает сокращение коллагена и облитерацию просвета вены. Наиболее предназначена для коагуляции магистральных подкожных вен. Минифлебоктомия. Это удаление варикозно измененных притоков через миниатюрные проколы от 1 до 2 мм длиной, которые не требуют наложения швов и заживают практически без рубца с использованием специального набора инструментов. В первую очередь используется специальный флеботомический крючок. Вы видите, как на верхнем рисунке участок патологически измененной вены флеботомическим крючком выводится наружу, после чего на проксимальные и дистальные отрезки вены накладываются зажимы хирургические, вена пересекается между зажимами. Дальше с помощью минимальной тракции инструмента патологически измененная вена удаляется. На фотографиях вы видите, на верхней фотографии как раз момент, когда участок вены флеботомическим крючком выведен наружу. На нижней фотографии вы видите эти миниатюрные разрезы, которые через несколько недель будут практически не видны на коже пациента. Спасибо всем за внимание. На этом наша лекция подошла к концу. Всего доброго! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!